Сейчас выступит у нас следующий спикер, очень замечательная, яркая девушка Татьяна Скворцова. Она расскажет о своем опыте круизных путешествий, поэтому слушайте внимательно, чтобы потом в конце вы могли задать, если появятся вопросы. Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна Скворцова. Я просто влюблена в путешествия, я это очень люблю делать. За свои 38 лет я уже посетила 23 страны, но один круиз перечеркнул просто все мои путешествия. И я настолько полюбила круизный отдых, что теперь мечтаю только путешествовать на круизах и желательно за счет круизного клуба. Надеюсь, вам близко к сердцу ложится эта идея, поэтому мы сегодня здесь. Итак, давайте знакомиться. Мой первый круиз, это была моя мечта, я очень мечтала попасть к греческим островам. И я исполнила свою мечту и тем самым сделала подарок своей маме. Моя мама сказала, я о таком даже и не мечтала. Это было очень круто. У нас был круиз из Италии по греческим островам 8 дней и 7 ночей. Вы не представляете, какой это крутой восторг, когда ты просыпаешься утром, выбегаешь на палубу и видишь, что тебя встречает абсолютно новая страна, новый порт и все новое. И ты понимаешь, что день обещает быть очень интересным. И, кстати, многие спрашивают, что когда лайнер заходит в порт, можно ли выходить? Хочу сказать, что не только можно, а нужно. Именно для этого целый день лайнер стоит в порту. И у вас есть возможность либо посетить достопримечательности, либо пойти на пляж и отведать море разных стран и разных городов. Что мы с мамой и делали. За неделю нашего путешествия мы с мамой окунулись в трех разных морях. Причем каждое море было на следующий день. Вот, например, на первом фото остров Кефалония. Это первый остров Греции по нашему маршруту. Здесь Средиземное море было. И вот прямо на фото видно, что оно спокойное, прозрачное. И, кстати, было немного прохладное. На второй день мы проснулись и оказались на острове Крит, где было уже Критское море. Оно было немного теплее и бурлящее. Это настолько было интересно, потому что только вчера мы были в спокойном, грубо говоря, озере. На следующий день, на четвертый день, мы проснулись на острове Родос, где уже было Эгейское море. Оно было самое красивое по цвету. И была Галька. То есть вот даже на фото можно увидеть, что каждый курорт, он абсолютно отличается. И представьте, это день за днем. То есть это не следующий отпуск. Это вот просыпаешься и получаешь новые радости. То есть это вот большой бонус, что можно познакомиться с курортами и на будущее уже для себя определиться, какой бы курорт вы хотели бы детально рассмотреть и побольше там помыть. Когда вы возвращаетесь на лайнер, либо вечером, либо когда день перехода на лайнере, очень много всего происходит. Постоянно какие-то конкурсы с брендовыми призами ценными, шоу-программы, фестивали. Вот у нас был фестиваль пасты от итальянских поваров. Это так здорово было. У меня мама очень любит спагетти. Она просто в восторге была. И всевозможные локации. Все очень круто. Скучать вам точно не придется. Также хочу сказать, что круизный отдых это отдых абсолютно для каждого. Вот, например, для деток есть и клубы, где профессиональные аниматоры с ними занимаются. И аквапарк, и детские бассейны, автоматы. Всевозможные игровые, настольные теннисы, и конкурсы, игры. То есть настолько это все насыщенно и круто, что детки просто сами себе предоставлены и заняты, а родители спокойно отдыхают и наполняются. И также есть и для взрослых тоже очень много локаций, где можно провести круто время. Чуть-чуть попозже об этом еще расскажу. Также очень этот отдых я бы рекомендовала пожилым людям, потому что любые локации, они в шаговой доступности, и плюс есть комфортабельные лифты, которых очень много по лайнеру, и они с удобством перемещаются, посещают всевозможные тоже бары, локации, бассейны. Также я заметила, европейское, скажем так, старшее поколение очень любит в картишки раскинуть, поэтому есть чем заняться, и каждый находит себе компанию по своему вкусу. Также этот отдых очень классный для пар, потому что это действительно романтика. Ну, как минимум начать свой день с завтраком, уединенным на балконе с видом на море. Круто, что пары могут изучать новые танцы, это тоже очень здорово, это добавляет либидо в отношения, и также романтические ужины, то есть для пар это тоже очень великолепный отдых. В лайнере есть также очень много развлекательных локаций для взрослых, такие, например, как игровые автоматы, или даже автоматы, достойное казино. Так как вот мы с мамой, например, не любители азартной игры, но было несколько раз за наш рейс объявлено насчет игры в бинго, и мы с мамой с удовольствием приняли участие, потому что это наше лото. Я думаю, каждый из нас из детства любил играть в лото, по карточкам, бочонками закрывать. Причем лот был объявленный, бонус 10 тысяч, а выигрыш составил 2,5 тысячи долларов, то есть тоже очень приятно. Мы, к сожалению, с мамой, нам не хватило два номерка. Поэтому взрослым есть чем заняться, и хочу сказать, что персонал отзывчивый, улыбчивый, и действительно сервис на люксовом уровне, вот чувствуешь себя действительно долгожданным гостем и любимым клиентом. Все очень круто. А насчет вечеринок. Смотрите, вот на этом слайде вы можете видеть, это наше совместное фото с капитаном нашего лайнера. Была вечеринка «Элегантная ночь» называлась, и перед ужином капитан в виде комплимента каждому круизеру вручил бокал шампанского, а после ужина все желающие могли с ним пройти профессиональную фотосессию и себе на память, что было очень тоже круто. Вечера очень разнообразные на лайнере, и каждый вечер по программе заранее заявленные вечеринки, например, как «Вайт Пати», когда все в белых одеждах, тоже очень круто, или диска 80-х. То есть действительно все очень разнообразно и весело. Изюминка всего дня – это ужин. Вы приходите обязательно одетый в вечерний дресс-код, то есть вы элегантно одетые. За вашей каютой закреплен столик, где вас обслуживает официант по меню без цен, то есть совершенно бесплатно. Почему? Потому что это уже тоже включено в стоимость. И вы выбираете меню из представленных от шеф-повара. Это действительно деликатесы, морепродукты, несколько видов мяса. То есть очень достойный и классный ужин в такой вот романтической атмосфере. И после ужина точно так же вы можете отправиться абсолютно в разные локации развлекательные, начиная от театра с шикарными постановками, костюмированными, просто великолепными, уровня бродвейского шоу, пиано-бары, это бары с живой музыкой, танц-холлы, где вам проводят обучение новым танцам, сальсы, бачаты. То есть настолько все очень круто и разнообразно, что вы за эту неделю проживаете, ну, я не знаю, как минимум месяц, месяц интенсивной жизни. Потому что днем вы посещаете страны, города, которые вы запланировали по маршруту, а вечерами вас просто вот умиляет все, что происходит на палубе. И хочу всем вам пожелать искренне и от души, чтобы хоть минимум как раз вы побывали на лайнере, на круизе своей мечты. Потому что это элитный отдых, и действительно за минимальную сумму, потому что цены приравниваются к уровню стоимости Турции и Египта, а то и дешевле. Поэтому я вам желаю мечтать и воплощать свои мечты. Спасибо большое, у меня все. Ой, здорово, здорово. Таня так рассказала, так вкусно, аппетитно. А у нас сегодня как раз зима началась, так сразу захотелось на море куда-то там, где теплее, там где вообще здорово. Ой, тоже планирую как раз-таки поездку уже на греческие острова. Это вообще бредовая моя мечта. А Таня как раз проехала по всем струнам моей души. Ну, молодец. Спасибо тебе большое. Меня зовут Валерия Калюшко. В совокупности за все свои 27 лет я побывала уже в 9 странах. Круиз, какой у нас был маршрут. Мы пошли от компании MSC на лайнере Sea View 2019 года. Достаточно новый лайнер, 18 палуб, и очень-очень красивый. Действительно красивый. У нас был круиз на 7 ночей. Стартовали мы из Чеветовеки. Есть фотографии из Генуи, из Барселоны. Здесь мы очень дружелюбными официантами и менеджером в ресторане по меню без цен. Это Барселона. Да, экскурсии. И в нашей посередине фотографии это наш последний день. Хочу сказать, мне кажется, нам прям видно, что нам очень-очень не хочется уходить с этого лайнера. Мы прям какие-то очень грустные. Я сейчас попробую включить наше видео и продолжу, собственно, свой рассказ о нашем круизе. Ага, видно. Отлично. Как вы здесь видите, мы стартовали. Порт Чеветовеки – это в Италии, недалеко от Рима. Где-то в часе езды от Рима на поезде электрички. Дальше наш маршрут был такой. После Чеветовеки у нас был день в море. Позже мы были в Генуе. Сначала в Пальме-де-Майорке, Барселоне. Генуе, Лас-Специи. И потом возвращались в Чеветовеки. В совокупности получилось 6 городов. Это кольцевой маршрут, 6 городов и 3 страны. А, еще были Канны. Совсем забыла. То есть была Франция, Италия и Испания. Что мне больше запомнилось из круиза, если мы говорим именно о маршруте, так это, наверное, Испания. Действительно, Барселона и Пальма-де-Майорка попали прям в сердечко своей архитектурой, атмосферой, людьми, запахами. Мы были в мае месяце 2023 года этого года. И все цвело, все пахло. Было действительно фантастически. И хочу сказать, что по одному и тому же маршруту можно ходить и ходить не единожды. Один раз вы пойдете на одну экскурсию, другой раз вы пойдете уже в конкретное место, куда не успели. Либо полежите на пляже. Да, допустим, если мы говорим о Лоспеции, то я бы в следующий раз побывала лучше на пляже. Достаточно небольшой городок. И, в принципе, за то время, что мы стояли в порту, хватило посмотреть. Меня зовут Светлана Лавренюк. Я в круизе была уже три раза. В клубе нахожусь четыре года. Пришла сразу как и на круизы, как и на партнерство. Когда вы уже созрели, начинайте бронировать каюту, как я для себя выбирала, я брала корабль и смотрела маршрут, по которому мы будем идти. То есть я понимала, каким там мы левым бортом или правым бортом будем двигаться вдоль берега. Буду ли я в каюте сидеть смотреть, буду ли я на палубе сидеть смотреть. То есть я выбирала, какая левая или правая сторона для себя. После этого я сделала себе отметочку, это будет либо внутренняя каюта. Если мы начинаем обращать внимание на свой кошелек и понимаем, что внутренняя каюта – это будет самая дешевая каюта. Она самая маленькая на корабле. Здесь не будет ни окна, ни выхода, ни вида на море. Но если вы понимаете, что находиться в этой каюте вы не будете, вот, каюта достаточно красивая. Мне есть все, что и в любой другой каюте, кроме вида на море. Но на сегодняшний день на новых лайнерах есть в каюте огромный плазма-телевизор, который транслирует все, что находится сейчас у вас за стеной. То есть вы будете смотреть на этот телевизор и понимать, что там сейчас. И город, и море, и рассветы, и закаты – все вы можете видеть в прямом эфире в этом телевизоре. Каюта двухместная получается, но она достаточно маленькая. Следующие каюты – это у нас каюты с окном или иллюминатором. Окно и иллюминатор не открываются. Но если вы путешествуете в зимний период времени, то это достаточно хороший вариант, когда у вас есть окно или иллюминатор, потому что холодно. Мы были в этом году в Норвегии, так что мы были очень рады, что мы не взяли каюту с балконом, потому что достаточно холодно было, минус плюс 4 градуса всего было в августе месяце. Когда вы заходите в свою каюту, но в данном варианте здесь кровать двухместная. Мы путешествовали с моей подругой, зашли и решили, что наша кровать будет стоять друг от друга отдельно. Нам неудобно спать вместе. То есть в течение одного часа консьерж пришел и все поменял. Сразу раздвинули нам кровать и поменяли нам матрасы. То есть в принципе на любой ваш вкус. Вы можете хотя бы двухместную, раздельную, одноместную кровать. Это по вашему желанию. Когда путешествуете больше, чем 2 человека, то есть каюта вмещает до 4 человек, обычная каюта с окном. Если с детками, детки могут спать на втором этаже. Кто-то попроворнее может тоже спать на втором этаже. Кровати могут находиться в разобранном состоянии, можно поднимать, чтобы они не мешали. То есть я смотрю на эту каюту в качестве экономии. Когда так на несколько человек, это и дешевле каюту выбираешь. Но смотришь, все время находишься на корабле, во всем остальном ты себе ни в чем не отказываешь. Так же, как и если бы ты выбрал каюту люксового варианта. Каюта с балконом. Это каюта моя самая любимая. Потому что, когда путешествуешь по странам, которые смотришь, как корабль идет, что находится у тебя за бортом. Дельфины, киты, как в этом году. У нас был замечательный вид. Мы постоянно наблюдали за дельфинами. Было достаточно интересно. С балкона нас не выгонишь. У нас и завтраки, и кофе, и обеды, и все на балконе. И встречи, и закаты, и рассветы. Мы стояли постоянно на балконе, наблюдали. Вот, такой вид у нас был каюты. Вот на балконе. Здесь на двоих номер был. Но, когда я люблю смотреть на рассвет и на закаты, этот вариант самый идеальный. Потому что не всегда получается выскочить наверх, на палубу, чтобы это все посмотреть и успеть увидеть. Люксовый вариант каюты с собственным дворецким. Нас это в этом году поразило. Мы когда узнали, мы когда зашли в каюту, нам сказали, что у нас теперь есть личный дворецкий. Что такое личный дворецкий? Хотите завтрак? Вам принесут. Хотите перестелить? Вам все перестелят. Хотите комплимент? Пожалуйста. Что-то хотите? У него телефон постоянный, круглосуточный. Мы его набираем и говорим, что мы хотим. Все наши желания исполнялись в этой каюте. Фотография каюты. Вот она достаточно такая. Нас было шесть человек в каюте. Зональная. Шторами закрывались все зоны до темноты. Если кто-то хотел отдыхать, оно все закрывалось. Темно, отдыхает и друг другу не мешает. Нас было шесть человек, но ни один друг другу человек не мешал. Потому что, наверное, мы спать туда не приехали. Поэтому было весело всем. И теперь, если вы решили для себя заказать каюту, пусть это будет каюта внутренняя или это будет каюта люксового исполнения. Никого, никто не обделит. Любая каюта, они все кондиционированы. В любой каюте есть кровать, рабочий стол, большой гардероб, сейфы, бини-бары, фен. Все, что вы хотите. В каждой каюте есть необходимые косметические средства. Это шампуни, гели, мыло, шапочки для душа, которые пополняются по мере использования. И самая главная фишка, мы это поняли не сразу, полотенце. Если вы хотите, чтобы вам поменяли полотенце, его нужно бросить на пол. Потому что мы, как порядочные хозяйки, пытались сушить. И когда мы поняли, что нам их не меняют, и бросив их на пол, нам их сразу поменяли. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, я вам донесла такую каюту выбирать, если вы захотите путешествовать вместе с нашим клубом. Какие бывают каюты, то есть можно ориентироваться, все-таки обратите внимание, пожалуйста, и на бюджет, и на потребности. То есть если у вас есть такая потребность невысказанная, видеть все рассветы и закаты, встречать это все действительно с чаем, кофе на балконе, вы можете заказать балкон. Если у вас романтические путешествия, пожалуйста, пользуйтесь этими преимуществами. Но все-таки действительно многие люди едут искать активный отдых. И, собственно говоря, задаются вопросом, есть некоторые такие даже предубеждения, что на этом как-то скучно, там только для дедушек, бабушек. А все-таки есть ли активные движения на круизных лайнерах, есть ли там спорт? Об этом сейчас расскажет наш самый активный, молодой, жизнерадостный человек Петр Хевренко. Он действительно у нас отвечает за мускулинность, за мышечную массу, поэтому, пожалуйста, послушайте. Добрый-добрый вечер всем. Как все уже рассказывали, на круизах бывает очень даже весело, интересно, есть разнообразие кают. Есть ли спорт на круизном лайнере? На круизном лайнере есть четыре основных направления спортивного отдыха в круизе. Первое направление – это тренировки в тренажерном зале. Тренажерные залы с беговыми дорожками и блочными тренажерами на разные группы мышц. Они улучшают кровообращение, улучшают работу мышц, поддерживают тело в тонусе, помогают скорректировать фигуру, являются хорошим инструментом для самореализации. Командные виды спорта, такие как баскетбол, например, они позволяют повысить вам выносливость, развить навыки работы в команде, насладиться свежим морским или акиническим воздухом. Также на круизном лайнере есть танцы. Танцы помогают развивать выносливость, также развивают мышечную силу, избавляют от лишних килограммов, снижают стресс, помогают улучшить гибкость, осанку, а также рост уверенности в себе. И самое главное, когда вы учите новые движения, это помогает улучшить вам память, то есть вы запоминаете новые движения. И так, как мы видим на фотографии, есть определенные тренера, которые учат людей двигаться под зажигательную музыку. На лайнере есть такая возможность заниматься йогой и пилатесом. Например, йога, она помогает бороться с болью в спине, помогает бороться со стрессом, улучшается качество сна. Йога поощряет более сбалансированно питаться, улучшается баланс и координацию. Можно этим заниматься прямо на палубе. То есть в хорошую погоду, представьте, рассвет, вы выходите, расстелите коврик, и, пожалуйста, вы можете, так сказать, заниматься определенными упражнениями из йоги. Пилатес. Пилатес, он безопасен в период реабилитации, если, не дай бог, вы травмировались, если вы спортсмен или, например, вы занимаетесь спортом, даже не профессионально, травмировались, вы можете реабилитироваться благодаря пилатесу. Также улучшается циркуляция крови, что благоприятно влияет на людей, у кого, например, давление. Пилатес улучшает дыхание, снижает стресс. Пилатес помогает бороться с бессонницей. То есть советует заниматься пилатесом, например, в тейтсном. Также для любителей экстрима на лайнере есть такие варианты отдыха, как скалолазание. Развивает мелкую моторику, зрительную моторную координацию. Мы видим фотографию там, где расположен скалодром, прямо на круизном лайнере. Вот видите, сзади есть каюты. Круизной линии Royal Caribbean мы можем рассмотреть такой отдых, как полет на зип-лайне. Тоже можно его рассматривать как экстремальный. На некоторых лайнерах пассажирам предлагается полет на этом зип-лайне над палубой. Линии расположены на высоте 25 метров. То есть уже такой экстрим хороший. И человек должен быть ростом не менее 1,3 метра. То есть это в основном для взрослых людей. И серфинг есть также, как вариант отдыха. Обычно люди занимаются серфингом за пределами корабля. Но на лайнерах Royal Caribbean вы можете заниматься этим видом спорта прямо на борту. Если вы новичок и вам требуется обучение, то посетите групповые занятия, которые проводят опытные инструкторы. Я поведал нам, как все-таки можно быть и активным на круизном лайнере. Что даже в закрытом пространстве, пусть люди не боятся, можно все-таки двигаться. И то, что мы вкусненько скушали, можно все-таки это потратить и вернуться в свой отдых, не набрав ни одной килокалории, а набрав только положительные эмоции. Спасибо еще раз большое тебе, Петр. Следующая у нас девушка-красавица Надежда Баттонсейвер. Она расскажет, что действительно есть много-много выборов, и это круизы могут быть любовью на всю жизнь. Поэтому прошу, пожалуйста, слушайте. Она хочет рассказать о том, насколько разнообразными могут быть круизы. Всем добрый вечер. Меня зовут Надежда Баттонсавер. Я живу в Турции, в городе Стамбул. В компании Incruis нахожусь уже более пяти лет. И побывала за счет компании уже в семи круизах и более двадцати пяти стран. До компании Incruis я была в круизе, но от турагентства. Естественно, я влюбилась сразу в этот вид отдыха, потому что это шикарный отдых. И, естественно, мне хотелось еще побывать в круиз. Но я понимала, что бюджет наш не позволял нам этого. Поэтому, когда мне позвонила моя подруга и рассказала о компании Incruis, рассказала, что есть возможность ездить по скидкам, либо, пригласив всего лишь пять друзей своих, можно ездить за счет компании. И, естественно, я сразу согласилась, потому что я понимала, что больше такой возможности у меня не будет. И так как у меня была мечта поехать в Америку, то я сразу же заказала себе свой первый круиз с Майами. Это был семидневный круиз. За эту поездку мы увидели несколько стран. Это были Багамские острова. Вот так вот нас встречали с такими нарядами. Это было Карибское море. Незабываемое путешествие. Это был лазурный берег, песчаный лазурная вода. Было все замечательно. Это уже мой следующий круиз. У нас было 17 дней. Это было с Дубая. Здесь у нас вечер с капитаном. Вот такие развлекательные шоу каждый вечер. Кто хотел научиться танцевать, танго, либо другие танцы. Вот эти ребята нас обучали. Всего лишь за 3-4 дня мы научились профессиональным танцам. Еще один круиз, который был с Хельсинки по норвежским фердам. Мы с членами клуба, с девчонками поехали. Тоже интересный и разнообразный круиз. Что хочу сказать, что если вы мечтаете поехать, то не откладывайте это надолго, потому что мечты должны осуществляться. И моя мечта осуществилась именно с клубом «Инкрузис», потому что навряд ли бы я ее осуществила, если бы не возможность клуба «Инкрузис» помогает в этом осуществлять свои мечты. И еще у нас есть 21 тысяча направления, где вы можете сами бронировать свой круиз. В турагентстве мне предложили один-два варианта, а в нашем поисковике вы можете сами выбрать страну, откуда. Допустим, вот с Майами я мечтала поехать в Америку. С Майами, либо там с Европы, с какой-то страны. Поэтому это очень удобно, сидя дома за чашкой кофе, вы садитесь за свой компьютер и выбирайте свой следующий круиз. Поэтому мечтайте, путешествуйте, мечты осуществляются. Я хочу вам рассказать о тех возможностях, которые представляет наш клуб «Инкрузис». Потому что вы слышали сегодня много информации о том, что есть возможности путешествовать на круизных лайнерах, есть возможности путешествовать в разных каютах. А где же, где же эту возможность взять? Поэтому сейчас мы коротко познакомимся с теми возможностями, которые предоставляет нам компания «Инкрузис». И на данный момент хотелось бы сказать о теме круизов. То есть многие люди почему-то до сих пор считают, что круизы это недоступно. Через посредников это будет действительно дорого. Но на данный момент компания «Инкрузис» дает возможность дорогого элитного отдыха сделать его доступным. То есть для нас по цене Турции и Египта. Те услуги, которые мы имеем на борту, то есть когда мы покупаем каюту, как уже рассказывали ранее, то есть не важно какая каюта, либо она выглядит как у нас в ЖД поезд, либо же она с шикарным балконом. То есть вы просто платите за услуги этой каюты, а все остальное на круизном лайнере, оно для вас одинаково доступно. Все включено. То есть питание входит, развлечение входит в стоимость каюты. И это действительно удобно и очень комфортно. То есть это элитно доступно. Разнообразие. В чем же идет разнообразие у нас? То есть можно выбирать из более 15 тысяч направлений, сделать возможность отдыха по любимым местам. То есть разные времена года можно использовать. И действительно, как показывает статистика, круизный отпуск, он становится с помощью клуба «Инкрузы» даже на 30-50% дешевле, нежели, будьте внимательны, нежели отдых на земле. То есть мы уже привыкли к отдыху на земле, и мы уже можем себе это позволить. Поэтому прислушайтесь тут и сейчас к круизному отдыху. Если вы давно о нем мечтали, но для себя эти мечты закрывали, то на данный момент компания «Инкрузы» сделала его очень-очень доступным для каждого человека, кто имел когда-то такую мечту. Каюты на корабле. Здесь не буду останавливаться. То есть каюты есть разного уровня на разный бюджет. Если хотите, как вот мы знаем «Орел-решка» эконом-вариант, можно взять эконом-вариант. Если хотите шикануть, хотите какое-то шикарное событие отметить, насобирайте и поедьте в шикарном люксовом номере. Об этом говорилось чуть ранее. Цены разные. То есть вы можете все это видеть в вукинге, каждый на своей странице. После регистрации вы получите ссылку от того, кто вас пригласил, и непременно сможете это увидеть. Имеем на корабле питание. Вот как мы уже говорили, тема спорта. Почему актуальна тема спорта? Потому что питание, оно доступно. Оно очень вкусное, шикарное, калорийное. И, по сути, бесплатно. То есть там только некоторые моменты, которые могут оплачиваться отдельно. Это, собственно, если вы хотите пойти в шоколадную какую-то мастерскую, это идет за отдельную плату. Но в то же самое время вы будете постоянно сыты. Нет момента, что когда вы пытаетесь выйти на экскурсию в каком-нибудь городе, там вам нужно будет как-то под страхом риска, что вас найдут и отберут у вас бутерброд. Такого не будет. То есть вам, наоборот, предложат упаковать еду и вынести с собой, чтобы вы, когда гуляли по шикарному городу, вы уже не думали о том, где и как останавливаться, тратить время на то, чтобы перекусить. Ну и если мы путешествуем бюджетно, то не тратить дополнительные средства. Питание действительно очень вкусное. Если кто путешествовал на земле, наверное, сталкивались с тем, с чем сталкивалась я, что, как правило, говорят, что вот и один раз или два раза вы сможете отдохнуть в ресторане а-ля карт. Почему-то все время эти рестораны а-ля карт были закрыты или там доступ нужно было записываться за две недели. То есть я ни разу в них не попала. Здесь же вы каждый раз, за вами закрепляется столик. Вы, как уже говорилось о том, чтобы попасть в ресторан, вы должны соответствовать только тому, что выглядеть пристойно. Поэтому приготовьте свои самые красивые наряды. Вам будет где их показать непременно. Девочки, готовьте платья, готовьте каблучки. Там все очень красиво для этого предусмотрено. А вы, мужчины, готовьте своих женщин, чтобы они могли выгулять эти платья. И отдых. Как уже говорилось ранее, каждый день есть что посмотреть. Все время программа обновляется. Развлечения и азартные, и активные, и спокойные. Вот если вы даже устали от активного отдыха, есть день в море, когда вы можете действительно никуда не бежать, просто полежать на лежаках, загорать, отдыхать. Есть также кинотеатры на круизных лайнерах. То есть, по сути, это большой торговый центр, который движется на воде, в котором масса всевозможных развлечений, которые уже вам доступны, потому что это все, как мы говорили ранее, оно входит в отдых. Всевозможные сауны, джакузи, под открытым небом, под закрытым. Что очень важно, вода морская. То есть, она фильтруется и поставляется прямо в ваши бассейны. Не думайте, что это хлорированная вода, такую, какую мы имеем в наших бассейнах, если где-то ходим в городе. Да, все там хорошо, и, как говорилось, и акулы не кусают, потому что их там просто нет в этих шикарных бассейнах. И, что очень важно, бассейны можно посещать даже в зимнее время года, потому что они с подогревом. И, что очень важно, детские развлечения. Если вы счастливые обладатели деток, едете отдыхать в круиз с детьми, то непременно им тоже найдется чем себя занимать. То есть, всевозможные детские горки, лазалки, развлечения. И если вы в город выходите и хотите посмотреть город, его достопримечательности, вы можете оставить ребенка на стюарта, и его покормят в необходимое время, спать уложат. И потом, вернувшись вечером, вы можете забрать ребенка обратно, и он даже может отказаться от того, чтобы пойти с вами, потому что настолько там интересно среди детей и среди развлечений, которые там предоставляются, что вы можете оставить его еще надольше. А важный момент. Круизная индустрия, круизная отрасль растет, потому что с 2018 по 2026 годы круизная индустрия, она запланировала, что будет еще вложена колоссальная сумма денег, 53 миллиарда долларов, и что, собственно говоря, еще будет масса новых лайнеров и судов, которые каждый старается удивить клиента все больше и больше. То есть, все выше палубы становится, все больше развлечений. Действительно говоря, что очень важно, то есть этим и подкупают круизные линии, круизные лайнеры. То есть, около 80% пассажиров, которые хоть раз были в этом замечательном отдыхе, они непременно возвращаются. То есть, это говорит о том, что если вы связываете себя с круизами, то вы непременно тоже будете иметь часть вот этой растущей индустрии. Ну и важные моменты. Что еще хотелось бы сказать? Клуб «Инкрузы», который мы вам представляем, он на данный момент имеет более 1 миллиона зарегистрированных членов. То есть, те люди, которые пользуются услугами клуба, которые экономят деньги своего бюджета и отдыхают на круизных лайнерах. Сами, с друзьями, с подругами, с семьей, с детьми. Ну и что очень важно, действительно, эта экономия существенно реальна для каждого. Ну и на данный момент, что хочу сказать о клубе «Инкрузы». Мы уже существуем более 8 лет официально. Это говорит о том, что действительно компания, если пережила пандемию, когда закрывались многие туристические фирмы и даже большие конгломераты, компания «Инкрузы» не только выстояла, но и добавила прирост в числе. И это говорит о том, что действительно люди видят в этом перспективу, и у нас очень хорошее руководство. В лице Майкла Хатчессона, который является публичной личностью, то есть это человек, которого вы можете и читать книги, и, собственно, можете почитать историю о нем. У него есть своя страничка в соцсетях. И человек этот очень известный, и, что очень важно, он кризис-менеджер. То есть он помогает компании не только в трудные времена, но и также помогает добавить роста. А это значит для вас, что действительно за такими людьми можно пройти. Они знают, куда вас привезти. У нас работает масса линий круизных, то есть действительно линий очень много. Есть и Коста, и Карнивал, и МСС, и у нас появился недавно как раз-таки детская линия, это Дисней. То есть вы можете выбрать по направлению. Есть такие более молодежные линии, есть даже такие круизные линии, которые только 18+, вы там не увидите детей. Если вы из направления child-free, вы тоже сможете там отдохнуть и найти себе преимущество. То есть разнообразие круизных линий говорит о том, что вы можете всегда под свое настроение, под свои меняющиеся вкусы найти себе ту круизную линию, которая удовлетворит вашим потребностям. Непременно. Incruzis, она является членом КЛИА. Это организация, которая отвечает за лайнеры от проекта и до спуска на воду. То есть весь процесс этот контролируется. Третьей фирмой, которая заинтересована в том, чтобы люди получили качественный продукт. То есть мы, как потребители, мы понимаем, что мы таким образом, третьей стороной мы застрахованы от того, что компания будет вести какие-то непонятные действия по отношению к нам. Чтобы попасть в эту ассоциацию, это достаточно серьезный вопрос. Здесь вы видите порядковый номер. Вы можете зайти с любого источника и проверить, так ли это на самом деле. То есть это вся информация в открытых источниках. Также компания Incruzis, она является членом компании Seller of Travel. То есть это говорит о том, что она легально зарегистрирована в Америке, в четырех штатах. Это говорит о том, что действительно она отвечает законодательству этих штатов. Легально все прозрачно. Поэтому будьте спокойны. Вы, когда приходите в компанию Incruzis, вы здесь можете найти любую документацию, которая вас интересует. Если вы хотите убедиться в ее легальности, пожалуйста, милости просим. Тот, кто вас пригласил, обращайтесь к нему, он все это предоставит. Ну и что очень важно, у нас произошли недавно обновления. То есть сначала компания Incruzis начиналась как круизная компания. А сейчас же мы расширяемся. То есть появились у нас еще также варианты отдыха на земле. Потому что, чтобы приехать к круизу, некоторые приезжают заранее, что очень правильно, чтобы не опоздать по форс-мажорным обстоятельствам и не помахать своему круизному лайнеру во след. Поэтому появились у нас также и отели, которые позволяют тоже с нашей базой букинга, позволяют экономить средства. Более 150 тысяч международных отелей у нас уже представлено в букинг-базе. Вы, когда зарегистрируетесь, вы это все тоже можете посмотреть, ознакомиться и точно так же с круизными линиями. Вот обратите внимание, что есть все направления. То есть куда хотите, в любую точку мира. Будь то Средиземное море, будь то Аляска, Америка, и куда угодно, куда сердце пожелает. Членство в клубе, что дает возможность как раз-таки сделать круизный отдых доступным и даже сэкономить на этом. Быть как путешественник, пользователь. Как это можно сделать? То есть вы, если приняли для себя решение, что хотите быть в нашем клубе, хотите путешествовать со скидкой, видеть мир, вы регистрируетесь, вы вносите 200 долларов на свой аккаунт, из которых 100 долларов идет единоразовый взнос за активацию и 100 долларов идет за первый месяц членства. Эти 100 долларов, они превращаются в вашем аккаунте на 200 бонусных баллов, за которые вы уже можете накапливать на свой круиз. С равными частями. По 100 долларов каждый месяц. И вот по поводу накоплений, то есть как можно накопить на свой круиз. Раз в месяц вносите средства и они удваиваются, то есть каждые ваши 100 долларов, они удваиваются и дают вам 200 бонусных баллов на ваш круизный счет. И вы уже с этого счета можете свой круиз, заказывая уже в притык, скажем, там за 2-3 месяца до отправления, то цена будет чуть выше. Так что эти нюансы тоже нужно знать, понимать, но в то же самое время можно выбирать, планировать и, собственно говоря, уже сегодня мечтать. Потому что если вы четко знаете, что ваша мечта, скажем, стоит 1345 долларов, то вы уже должны начинать копить на нее здесь и сейчас. И когда вы заказываете отель через нашу базу букинга, то вы получаете еще кэшбэк на свою голубую карту. Этот кэшбэк, он идет в разный процент, дают разные отели. И, собственно говоря, это позволяет деньгам, которые вы потратили, еще повторно когда-то тоже потратить. То есть они обратно возвращаются кэшбэком на ваш счет. Когда мы вносим средства, как только вы производите оплату со своей банковской карты, вам на электронную почту приходит подтверждение от компании Trust My Travel. Это трастовая компания, которая позволяет как раз-таки застраховать ваши средства. Это тоже третья сторона, которая страхует наши средства. Что это значит для вас? То, что ваши средства, они будут использованы по назначению. Если случается какой-то форс-мажор, то он отвечает за то, чтобы вам ваши деньги, они были возвращены по необходимому эквиваленту. Так что это очень здорово, что у нас есть действительно трастовая компания. Поэтому, да, если вы хотите путешествовать, пожалуйста, откройте свое сердце. Сделайте эту мечту для себя реальностью. Потому что многие из наших партнеров, путешественников, они уже эту мечту осуществили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok